Методом укропнения школы населённых пунктов округа ждёт реорганизация. Не отдадим и точка. Образовательные учреждения Наримара рискуют не выйти из переходного периода по передаче полномочий. С главными новостями этого дня в студии Ирина Цепитова. Методом укропнения некоторые сельские школы могут реорганизовать. Нововведения предполагаются в образовательных учреждениях Индиги, НИСИ и ОМИ. Мера эта вынужденная. Данный вопрос уже неоднократно обсуждался с руководством сельских школ на общественном совете, а сегодня, с учётом всех мнений, его вынесли на обсуждение заседания администрации округа. Реорганизация подразумевает собой объединение школ и школ садов в поселениях этих муниципальных образований в одну структуру. Например, школа-сад в посёлке Ваучейский будет филиалом индигской школы, а не самостоятельным учреждением. Аналогичные изменения могут произойти в НИСИ и ОМИ. Так, начальная школа деревни Чижа станет филиалом низской школы, а начальная школа деревни СНОПА станет филиалом средней школы села ОМА. Вся реорганизация, у нас несколько вопросов сразу скажу, о том, что она, прежде всего, учитывает это и возможность введения в гос. начальных классов, когда необходимо преподавание и иностранного языка, и информатики. Часов там немного, и тогда в рамках вот этой филиальной системы преподаватели головной школы будут преподавать в рамках как своего общего вот этого фонда. Кроме того, снизится нагрузка в части административной и методической работы. В том числе централизованно будут проводиться и госзакупки для школ, что позволит оптимизировать затраты окружного бюджета. Педагоги малокомплектных образовательных учреждений, где обучаются от 5 до 15 детей, будут проходить повышение квалификации на базе основных школ. Решение о реорганизации шести учреждений региона на заседание администрации одобрили. Не удается найти общего решения в вопросе передачи полномочий в области образования от города к округу в рамках 95-го окружного закона. Этот вопрос вновь стал предметом бурных дискуссий. Депутат окружного парламента Александр Саблин на предсессионном комитете обратился к своим коллегам с просьбой рассмотреть вопрос об отмене передачи полномочий в области образования от города к округу. По словам законодателя, с такой просьбы к нему обратилась мэр Наринмар Татьяна Федорова и по личной инициативе председатель горсовета Ольга Старостина. В защиту их интересов депутат окружного собрания привел немало аргументов. Свои аргументы высказали и другие участники заседания. Необходимость сохранения полномочий в области образования в ведении города Александр Саблин аргументировал тем, что с передачей возникнет масса проблем экстренного характера. Смена учредителя в образовательных организациях повлечет за собой переоформление документов. Уставов, свидетельств госрегистрации, лицензий на право введения образовательной деятельности и аккредитации. Несовременная замена нормативных правильных документов в образовательных организациях может привести к тому, чтобы в суде 9-11 классов не получили документы образования. Смена учредителя в образовательных организациях повлечет за собой подзыв действующих электронных подписей руководителей и необходимость оформления новых электронных подписей. Весь процент займёт не менее 6 месяцев. Заявления о несвоевременности замены нормативных документов и о проблемах, которые возникнут из-за передачи полномочий, напрасны, заверили представители окружного департамента образования. Механизм передачи уже отлаженный, хоть и не без проблем, но реализован на примере с Заполярным районом. Здесь опасений, я думаю, возникнуть не должно, потому что территориально по школам Заполярного района они находились от нас настолько далеко, но тем не менее, посредством получения доверенности от руководителя мы всё отработали в полном объёме. И поэтому это не повлекло за собой их задержки заработной платы. Мы провели также мониторинг. Я лично созвонилась с каждым директором городской школы и знаю на сегодня, что у них в сейфах аттестаты уже приобретены. Поэтому это также не повлечёт за собой приостановление учебного процесса и не получение документов образования. Об успешном переходе с муниципального уровня на более высокий регионально говорят и сами работники образовательных организаций Заполярного района. Для них реорганизация прошла безболезненно. Школа, конечно, у нас как работала, так и работает в обычном режиме. Больших изменений никаких не произошло. В общем-то, в плане работы школы мы переходы этого не заметили. Не для учителей, не для детей. Однозначную реакцию поправки вызвали и у коллег по депутатскому корпусу. Передать на региональный уровень образовательную деятельность город должен был ещё в январе текущего года. Год назад мы пошли на встречу городу, официально для того, чтобы дать время для подготовки всех необходимых документов и изменения этих документов. Я понимаю, если бы этот вопрос стал в августе, в сентябре ещё, когда проект бюджета в следующий год реформировался. Тогда, ещё год назад, городу предоставили переходный период на переоформление всех необходимых документов, установив сроком передачи полномочий 1 января 2016 года. У нас был переходный период. Есть дорожная карта, которая подписана мэром города. Почему-то район у нас передал и без каких-то проблем не 6 школ, а 56 как минимум, а то и более. Почему у нас сегодня в городе вот такая ситуация получилась, что остался полтора месяца, меньше месяц остался, у нас мы бюджет рассматриваем. Сегодня ставится вопрос, значит, вот ту проблему, которую вы поднимаете. Это что получается? Мы сегодня действительно без зарплаты оставим наших педагогов? Тогда почему та дорожная карта, которая была подписана и согласована с городом, сегодня не выполняется? Спустя почти год ответ на этот вопрос остался тем же. В оставшееся время администрация городского округа Наринмар просто не успевает оформить соответствующие документы. С финансовой стороны на вопрос посмотрел депутат Андрей Ружников. В частности, сколько чиновников сегодня обслуживают сферу образования в городе и какая сумма расходуется на их содержание? Управление образованием с учетом переданных полномочий по работе по комиссии по делам несовершеннолетних 19 человек. Примерно по 1,2 млн на одного человека. Андрей Ружников, в свою очередь, напомнил всем присутствующим, что 95-й окружной закон принимался в том числе и для того, чтобы сократить численность муниципальных и госслужащих, а в конечном итоге исключить посредничество и дублирующие функции. Это величная сумма. Не легче ли эту сумму потратить на развитие города? Мне кажется, управление образованием округа прекрасно справится. Так же, как это было и с заполярным районом. Все перешло, все работает. А там более, там, если мне не изменяет, я пойму, там 60 объектов, правильно, вы сами передали? А здесь всего 20. Зачем нам содержать целое управление, еще и в городе, и дублирующее? Александр Иванович, мне очень странно от вас слышать, что вы за то, чтобы у нас опять чиновничный состав пух. И за счет бюджета, я не постесняюсь этого, народных денег. Конкретные цифры к вопросу о финансировании выложил и заместитель губернатора Михаил Васильев. Если взять также пояснительную записку, которая представлена к данной поправке, то с нее достаточно очевидно следует, что из миллиарда 484 миллионов рублей, которые запланированы на городские полномочия, лишь 47 миллионов – это городские деньги. То есть, соответственно, миллиард 437 – это окружные. Принятие закона в нашей редакции позволит эти деньги не перегонять в город, и они прекрасно будут расходоваться в департаменте образования на те цели, которые предусмотрены законами. Мэр города Татьяна Федорова, в свою очередь, смотрит на вопрос только с юридической точки зрения, аргументируя ее тем, что передача полномочий по образованию приведет к нарушению исполнения отраслевого федерального закона об образовании. С законом об образовании не предусмотрена возможность передачи полномочий органов местного управления на уровень субъекта. Полномочия в области образования отнесены к вопросам местного значения. Мы с вами, наверное, единственный субъект федерации, который нарушает, на наш взгляд, установленные и переданные, гарантированные наши полномочия в сфере местного самоуправления. Нам вы опять понуждаете, уважаемые друзья, уважаемые депутаты, я к вам обращаюсь. Сегодня возникает правовая коллизия. Какой закон исполнять? Федеральный закон или окружной закон? Впрочем, ответ на этот вопрос администрация города получила еще в октябре. Тогда Верховный суд Российской Федерации поставил точку в споре мэра города с администрацией округа о правомочности 95-го окружного закона о перераспределении полномочий. Высшая судебная инстанция оставила решение окружного суда в Сире, оставив апелляцию без удовлетворения. Иными словами, 95-й закон был признан соответствующим федеральному законодательству, а значит, обязательным к исполнению. Сегодня действующий 95-й окружный закон, да, он сегодня корректируется в зависимости от ситуации, от общения с администрацией, заполярного района, с вами, какие-то коррективы вносятся. Сегодня он действующий, согласно которому вы с 1 января должны передать все школы и предошкольные учреждения. Вот вы готовы исполнить окружной закон полного века, который он сегодня существует? Поправки, внесенные на рассмотрение Александром Саблиным, на комитете отклонили и рекомендовали городу принять меры к исполнению 95-го окружного закона. Какие профессии востребованы в нашем регионе и кто в будущем сможет найти профессию без труда? Расскажем далее. Кем быть? Пожалуй, таким вопросом задаются школьники задолго до получения аттестата. Какие специалисты нужны нашему округу, выясняли наши корреспонденты. Научная поездка. Омские школьницы собираются посетить столицу Ямала. Нужны работники, столяры и плотники, писал Владимир Маяковский в начале прошлого века. С тех пор разнообразие специальностей и их востребованность на рынке труда менялась не раз. Например, если в 2005 году компаниям требовались менеджеры по продажам, то год спустя работодатели искали специалистов по рекламе и пиар. Какие профессии сейчас востребованы в нашем регионе и кто в будущем сможет найти работу без труда? Расскажем далее. Кем быть? Этот вопрос каждый задает себе еще со школьной скамьи. Продолжая обучение в профориентационных классах. Направления различные. Четвертый год подряд в школе поселка Искатели работает Роснефтькласс. Большинство учеников уже сейчас намерены связать свою дальнейшую судьбу с разработкой и добычей полезных ископаемых. Вообще с нефтянкой хотел себя связать давно из-за родственников. У меня несколько поколений нефтяников. И, наверное, именно поэтому я пошел в Роснефтькласс. Мама по-прежнему работает. Работали дедушка, бабушка, тетя, дядя. До сих пор работает в других городах и дядя, и тетя тоже. Для того, чтобы в дальнейшем у наших выпускников не возникло проблем с поступлением в ВУЗы, по намеченной специальности идет очень обстоятельная подготовка. Конечно, сложнее, потому что у нас усиленная программа математики, физики, химии, информатики. Физика у нас каждый день почти. Бывает по два урока, математика тоже. В общем, да, сложнее. На данный момент в Неницком округе большого дефицита в кадрах в отрасли недропользования нет. Одна из самых востребованных специальностей в регионе – врачи. В списке вакансий на сайте Центра занятости населения числится порядка 30 свободных рабочих мест. Это и врачи общей практики, и узкие специалисты. Нехватка кадров ощущается и в образовании. Для того, чтобы снизить напряженность в этих отраслях, ежегодно окружные выпускники могут поступить на целевые места в ВУЗы. В этом году такой возможностью смогли воспользоваться 23 бывших школьника региона. По результатам целевого приема этого года за счет средств федерального бюджета окружные ребята обучаются в четырех ВУЗах Северо-Запада. Департамент образования, как и департамент здравоохранения, так как мы понимаем, что образование и здравоохранение – это у нас приоритетное направление деятельности, заключили договоры. Департамент здравоохранения, в свою очередь, заключил 9 договоров с Северным государственным медицинским университетом. И департамент образования в целях подготовки педагогических кадров, как для села, так и для города, заключил порядка 12. Через 5-6 лет учреждения образования и здравоохранения пополнятся молодыми специалистами. А сейчас только несколько лечебных организаций могут похвастаться полным укомплектованием штата. Среди них окружная поликлиника. Пока каких-то таких проблем в постоянных работниках мы не испытываем. Но, понимаете, такая ситуация хорошая, она длится не долго, не годами. Мы поживем хорошо с врачами, укомплектованными кадрами, и вот наступает момент, когда у нас чего-то где-то начинается пробовать. Либо врачи-терапевты все в декрет уйдут, но все, не все, но уйдет в декрет три человека. У нас очень напряженная ситуация. Наряду со специалистами-выпускниками высших учебных заведений в округе ощущается нехватка и специалистов среднего звена в этих же отраслях. В нашем регионе педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и медицинских сестер обучают только в социально-гуманитарном колледже имени Волчейского. В прошлом году стены колледжа покинули более полусотни молодых специалистов. Учителя начальных классов, сразу вся группа была трудоустроена. У нас выпускались педагоги дополнительного образования и прикладная информатика. В этом году на 1 сентября процент трудоустройства составил 34. Педагоги дополнительного образования уже на комиссии, на защите дипломных работ уже получили предложение. Поэтому, когда они получили диплом, мы сразу уже вышли на работу. Кроме сферы образования и здравоохранения, в округе требуются бухгалтеры, судебные приставы-исполнители, диспетчеры, продавцы и другие. Есть и те специальности, по которым сейчас в регионе очень сложно найти работу. У нас сегодня есть определенные проблемы со строительными специальностями, когда очень много безработных граждан состоит на учете, и со строительными специальностями в связи с массовыми сокращениями на рядоварстроя. И есть ситуация отсутствия вакансий у работодателей. Ситуация на рынке труда меняется стремительно. Но всё же её можно прогнозировать. Так, согласно исследованиям Сибирского государственного университета, через пять лет возрастёт спрос на инженеров, химиков, биологов и экологов. Чтобы через пять лет иметь необходимую специальность будущим выпускникам, нужно определяться с выбором профессии уже сейчас. Большую поддержку в этом могут оказать специальные ярмарки учебных и рабочих мест. Они проводятся ежегодно. Ближайшее пройдёт 26 ноября в детско-юношеском центре «Лидер». Алена Валей, Вадим Носкин, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Две ученицы Омской школы уже точно знают, что свяжут свою жизнь с краеведением. Проверить свои знания по этому предмету они отправились в Салихард. Там состоится межрегиональная олимпиада. В столицу Ямала они повезли исследовательские работы, подготовленные к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Девушки расскажут о ветеранах Неницкого округа и проверят свои знания по родной культуре. Впервые свою исследовательскую работу Мария Конюкова представила на конкурсе имени Антона Пырерки. Проект «Бумажные треугольники войны» рассказывает о фронтовых письмах, которые сохранились у жителей села Ома. Работу, которая получила высокие отзывы жюри, Мария представит на Олимпиаде по краеведению в Салихарде. Её коллега по исследовательской деятельности Татьяна Соболева едет на Олимпиаду тоже не с пустыми руками. Она расскажет о боевых наградах односельчан. Самая высокая награда была у двоих односельчан. Ну, получается, у Маркова Фёдора Андреевича и Кокина Александра Петровича. Их представили к званию Героя Советского Союза, но им это звание не дали, а наградили Орденом Красного Боевого Кнамени. О том, что из Омского сельского совета на фронт ушли 107 мужчин, школьницы узнали на кружке краеведения «Моё село». Несколько лет под руководством опытных педагогов ученики осваивают историю родного села. Участниками кружка при поддержке местной администрации создан сайт о ветеранах и труженьках Омы. Мы девочек учим интересоваться историей своего края, учим любить свою землю, ценить её, гордиться тем, что мы на ней живём. Помимо исследовательских работ, участники Олимпиады по краеведению напишут эссе и ответят на вопросы викторины. Итоги межрегиональных состязаний будут известны 27 ноября. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...